Ты написал очень много крутых битов, в том числе и для Квейс Пистолса, для непохожих трек. Круче всех, Непохожие, Любимка, может что-то еще. А вот это пей вода твоя, нет? Да, пей вода тоже. Тоже твоя? Да. Вообще, а почему сейчас у них ничего толком не выходит? Хотя были два года назад такие прям бомбезные хиты. Как я думаю, может они ищут новый звук сейчас. Может им приелась концепция этих клубных песен полународных, и они может что-то ищут новое. Но как я знаю, они работают над материалом, они что-то ищут. Бардыш тоже старается найти им какую-то крутую песню. Как ты думаешь, они сами хоть какие-то идеи свои подкидывают, что-то придумают? Да, конечно. То есть это же не полностью продюсерский проект? Нет, конечно. Пацаны тоже со своим стильком пишут рэпчик. Ты помнишь, как вообще появился трек «Непохожий»? С чего все началось? Я работал тогда с парнем из Харькова, Толик Гурман. Вот, и он мне тогда тоже понакидывал всяких битов и всего. И я пришел на встречу с Бардышем, вот, и я показал тогда демку, которую он мне прислал, ну, Толик. И она именно очень подошла. И вот мы тогда вместе уже взяли, я взял у него этот бит, доделал, уже довел, как бы, и уже по итогу спродюсировал трек. Вот, и так и получились непохожие. А как ты с Бардышем познакомился? Он сам от тебя вышел и предложил встречу? Слушай, вот это интересный вопрос. Вот это я даже сейчас не вспомню. Для тех, кто не в курсе, друзья, это тот человек, который придумал «Quest Pistols», «Луну», «Грибы» он придумал. Грибы, да. То есть очень серьезный человек. Это очень серьезный дядя. Получается, ты первый отправляешь аранжировку, и они уже на нее придумывают. Да, да, да. Именно в работе с ними так. Тут, опять же, все по дорожкам. Вообще прям максимально. Потому что... Давай навалим звук. Слышишь, вот это перкуссия прям. На переходах, типа? Да, да. Вот это именно хорош. А вот этот бас хрустящий. На чем он? Как он сделал? Наверное, прям его... Вот этот... По-моему, это спайр. Кажется, это спайр. Дорогой друг, это была только малая часть выпуска. Полную ты можешь найти в описании в ссылочках, либо кликнув по подсказке. И также заглядывай в мой инстаграм. Там за день до съемок я публикую пост с анонсом выпуска, в котором ты можешь задать вопросы будущему герою. Также спасибо тебе за просмотр. Напиши в комментариях, как тебе выпуск. И до новых встреч.